Достаток силы – главная причина отсутствия массы. Хотя пауэрлифтеры и выполняют те же самые упражнения, что и мы, бодибилдеры, все же они не получают прицельной гипертрофии и симметрии мускулатуры. Причина этого – низкое количество повторов. Ни для кого не секрет, что классические пауэрлифтерские тренировки редко когда предусматривают более трех повторений в подходе. Такая методика отлично растет силу. В бодибилдинге дела обстоят несколько иначе. Здесь тренинг жестко привязан к одному диапазону повторов – от 8 до 12-15 повторений. Кроме того, такие тренировки предполагают также и большое число рабочих подходов. Именно такой режим тренинга лучше всего растит мышечную массу. Большинство начинающих спортсменов не соблюдают эти правила, качаясь так, как нравится им. Надо сказать, что поначалу сил у новичка слишком мало, поэтому и рабочий вес в 8-12 повторах у них мизерный. Самолюбие побуждает их постоянно повышать рабочий вес, равняясь на более опытных атлетов. Однако повышение рабочего веса приводит к падению количества повторов. Таким образом, основным режимом для них становится тренинг в диапазоне от 6 до 8 рабочих повторений, который особенно не влияет ни на массу, ни на силу. Отсюда и развивается неудовлетворение спортом, или еще хуже – побуждение к приему анаболических стероидов. Тем не менее, выход из такой ситуации есть – забыть на время о бодибилдинге. Да, вы не ослышались. Однако, это не означает, что нужно забить на тренажерный зал. Нет, мы просто будем качаться по методике пауэрлифтеров. Пауэрлифтинг дает мощный силовой фундамент. Хотя пауэрлифтинг не способен дать огромные прорисованные мышцы, все же ему нет равных в вопросе создания мощного мышечного фундамента. Ведь первым делом необходимо укрепить тело чисто силовыми тренировками. Кроме всего прочего, пауэрлифтинг даст добро на стремление увеличить рабочий вес. Тяга к силовым рекордам перестанет быть ошибочной и станет мощной движущей силой вашего прогресса в тренажерном зале. Почему такой тренинг эффективнее всего для новичков? Дело в том, что поначалу судьба бодибилдинга не доходит до начинающих атлетов. Их основной целью становится поднятие как можно большего веса. В этом смысле логичнее всего пустить это стремление пауэрлифтинг, который даст реальный прирост силы. Но без сил не видать впечатляющей мышечной массы. После того, как мощный силовой фундамент будет создан, настанет черед скульптурной работы. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok